Привет всем из Токио! Сейчас мы с вами находимся в одном из токийских районов. Называется он Сумида. Вот такие вот старые-старые улочки и среди них огромная башня, новая телевизионная башня. Называется она Скайцери. Строилась она с 2008 года по 2012. Открытие было в мае месяце 2012 года. Вот такой вот контрастный Токио, старые районы, послевоенные постройки и среди них новые сооружения. Район Сумида получил свое название от реки, которая также называется Сумида. Башня была построена специально не в самом популярном районе Токио, чтобы вдохнуть жизнь в другие районы города также. Скайцери это второе по высоте сооружение в мире после Дубайской башни. Высота башни вместе с антенной 634 метра. Интересные факты. Высота башни выбрана также не случайно. Цифры 634 означают на старом японском языке 6 это звук Му, 3 это Са и 4 это Си. Мусаси название исторической области, где находится современный Токио сейчас. Предлагаю в этом видео прогуляться, посмотреть вид с высоты на Токио, посетить рестораны и магазины сувениров. Надеюсь, вам будет интересно. Туристическим местом является, конечно, не только башня, но и все вокруг нее. Огромный комплекс с большим количеством магазинов, кафе, аквариум, планетарий. Вокруг создан целый квартал, который называется Токио Скай Тритаун. Давайте зайдем в один из многочисленных магазинов сувениров и посмотрим, что здесь продается, что можно купить с собой в подарок, например. Очень много сладостей, коробки конфет, печенье, все с изображением башни. И, конечно, как и везде, футболочки с надписями, с названиями достопримечательностей. Очень много различных сладостей, так красиво они все упакованы. А вот этот вот Баум Кухен тоже очень популярный в Японии. Вообще в Японии, конечно, безумное количество сладостей. Здесь можно увидеть и известнейшие европейские бренды. Посмотрите, какая вкуснятина. Тарт с орешками, выглядит очень вкусно. Боюсь, что даже я не удержусь от покупки. Завтра с вами откроем, посмотрим, что внутри. Мне нравится, что здесь за стеклом стоят еще вот такие вот сэмпы, в которых понятно, что примерно хотя бы внутри находится. Вот здесь печенье. Симпатичные коробочки в японском стиле. Вот это вот Монако, известный японский десерт. Хрустящие вафельки из рисового теста. И внутри сладкая паста из ацуки в боку. Набор шоколадных конфет примерно 10 долларов стоит. Разная японская саке. Тоже здесь подарочные упаковки. Есть бутылки даже в форме башни из кайцери. А здесь тоже какие-то сладости в виде длинных трубочек. С начинкой, наверное, из шоколада двух видов. Подарочные сувенирные лампы, ручки. Открытки с изображением с кайцери. Вот меня удивляет. Видите, как красиво она изображена. Это на какое же нужно расстояние отойти, чтобы так сфотографировать. Явно съемка велась с высока, наверное, с вертолета. Коврики, видимо, для тарелок, для компьютера с картой. Так что после поездки можно дома изучать, где вы были. Два доллара всего стоит. Большой достаточный магазин. Много разных сувениров. Здесь и хэллоу китти. И разные игрушки. Ценный стенд брелочков. Вот такие подстаканники симпатичные. Оплачиваю свои покупки. Идем дальше. Много сувенирных магазинов, ресторанов. Здесь продаются и еда, одежда, косметика, разные мелкие сувениры. Давайте все-таки сначала поднимемся на саму башню. Вот я уже вижу очередь очень большую. Я рекомендую покупать специальные билеты. Они немного подороже, но зато можно пройти без очереди. Это экономит очень много времени. На четвертом этаже такая веранда. Сейчас уже на улице темнеет. Металлоискатели и очередь на уже на сам лифт. Мы поднялись на лифт. Вот так вот много людей. Здесь две смотровые площадки. 350 и 450 метров. Сейчас мы находимся с вами на 350 метров. Такой вот шикарный вид открывается на Токио. Панорамные окна от пола до потолка. Захватывающий вид самых высоких смотровых площадок в Японии. Самого высокого здания Скайцери. Вдалеке можно увидеть старую токийскую башню. Она построена в 1958 году и высота башни всего 332 метра. Антенна старой башни использовалась для телевидения до 2011 года, пока не была построена вот эта новая башня. Смотрите, какая красивая луна и кажется, что она даже ближе, чем Земля. Повышенное внимание в постройке высотных зданий, особенно вот такой телевизионной башни, в Японии уделяется вопросам безопасности и устойчивости во время стихийных бедствий. При строительстве башни создана специальная система, компенсирующая до 50% силы подземных толчков при землетрясении. Такое интересное табло, где можно увеличить и посмотреть достопримечательности, все названия. Продаются разные билеты на 350 метров, смотровая площадка, где мы сейчас с вами находимся, и на 450 метров. Площадка 350 метров вмещает 2000 человек, а 450 метров 900 человек. Итак, по специальному билету давайте поднимемся еще выше на самую высокую смотровую площадку. Скоростной лифт, который поднимает всего за 30 секунд. Скоростной лифт по Тельб diss compromисто. Скоро степатки «з exclusем силием» «Подkämpный дисwegen» «Казахстанาน моем hier». «Казахстан Прихи» «Казахстан8 food time» Итак, сейчас мы с вами на самой высокой площадке 450 метров Посмотрите, какой вид Тоже панорамные окна от пола до потолка Ощущение полета Вид на город с такой высоты я видела только с вертолета Здесь даже сложно разглядеть уже здание И понять, где какие-то сопромечательности Посмотрите, какие низкие окна И видно весь город прям под ногами Все кажется таким маленьким, крохотным Из достопримечательностей я могу разглядеть только Токийскую башню Старую, вон она оранжевого цвета вдалеке Если спуститься вниз на экскалаторе Здесь есть также кафе, сувениры И еще другие смотровые площадки Наверное, приятно было бы посидеть на диванчике Посмотреть на вид, но все места абсолютно заняты На одном из этажей для особых любителей экстремального вида Есть вот такой вот стеклянный пол Я решила тоже постоять, посмотреть Когда такая высота уже становится все равно, честно говоря И страх куда-то пропадает Пишите в комментариях, боитесь ли вы высоты Я заметила, что я боюсь высоты только когда нет стекла Когда есть стекло, мне это абсолютно все равно Насмотревшись на вид с высока Спустились вниз на лифте Здесь очень много разных магазинов Также сувенирных Ассортимент, в принципе, похожий Сегодня на ужин уже зарезервирован ресторан Поэтому давайте вместе с вами посмотрим Здесь очень хорошо видно, как построена башня Скайцери Сейчас мы находимся в специальном переходе Который соединяет два здания И ресторан находится именно во втором соседнем здании На информационном табло можно посмотреть, какие рестораны здесь находятся Рестораны на шестом, седьмом, тридцатом, тридцать первом Вот такое милое кафе сладостей Много разных ресторанчиков японских Здесь Старбакс кафе Справа от него тонкацу Это японское блюдо в кляре В основном это свинина, морепродукты, овощи Мне нравится, в Японии все выставлено Видите, можно посмотреть Это, конечно, не настоящее Это все сделано из пластика Муляж в настоящем размере Так что можно посмотреть, какого плана порции Что будет в меню И даже если вы абсолютно не понимаете Ни на японском, ни на английском Всегда можно подвести официанта к этому табло и просто показать, что вы хотите Следующий ресторан уже с индийской тематикой Здесь нам, карри Япония, кстати, очень вкусно готовит Индийское карри тоже Здесь китайский ресторан А это такая популярная, типа, уличная еды Оконумияки называется Я ее не очень, правда, люблю Пробовала несколько раз, но не очень поняла Она готовится из теста, капусты, по-моему, морепродукты И разные такие острые соусы Здесь лапша Лапша тоже очень популярна в Японии Вот здесь на картинках нарисованы, какие рестораны Мы сегодня с вами идем в итальянский Этот ресторан должен быть с красивым видом На Токийскую башню в Скайцери Сейчас мы с вами поднимаемся на 30-й этаж Но после уже 450 метров Эта высота уже не кажется высотой И лифт каким-то кажется уже нескоростным Вот такой вот вход в ресторан Давайте посмотрим меню Шеф Масаюки Окуда Работает вечером с 6 часов Давайте посмотрим интерьер ресторана Есть места как за столиками, так же за длинной каунтой С видом на Токио И на башню Скайцери Вот так вот близко можно разглядеть башню Приложу телефон прямо к окну, чтобы было видно вид Иначе отсвечивает сам ресторан Вот там вот мы сейчас с вами были Там вход в башню и как раз переход вот в это соседнее здание Смотрите, видно Шинкан-сен ползет так медленно, как змея, как уши Такой вот красивый здесь вид на ночной Токио, на башню В следующем году в Токио Олимпиада И идет отсчет уже сколько осталось дней Светится на Токио 2020 год Буду вам показывать все многочисленные блюда Первое это маринованный осьминог Дальше овощ, какой-то корень с беконом Холодная паста с рыбой и щенаги Холодная маринованная рыба с овощами, с луком Ризотто с морским вкусом, с обжаренной на гриле рыбой В ресторане на выбор представлено несколько ужинов От 75 примерно до 150 долларов Это сегодняшнее меню Итак, следующее блюдо это фуагра Я вообще не очень люблю фуагру Нужно было сказать сразу, чтобы поменяли Потому что она достаточно жирная Морепродукты, ракушки, рыба В Японии морепродукты свежайшие, очень вкусные Много разных блюд и порции небольшие Дальше мясо обжаренное Паста это спагетти с рыбой, овощами Итальянско-японская кухня И последнее блюдо это обжаренная японская мраморная говядина Ну и конечно десерт, кофе, шоколад И вот такой вот малиновый пудинг Либо суфле с маршмеллоу Привет всем еще раз уже из дома Сейчас будем с вами распаковывать Сладкий сувенир, который я купила В магазин положили даже еще два пакета Если захотите кому-то подарить Как подарок сувенир Потому что я купила две коробки Так давайте откроем одну Французский известный бренд кондитерский Называется Фуши Красивая коробочка Выглядит вкусно Вчера, конечно, до нее уже дело не дошло Давайте посмотрим Входит всего 6 штук Два вида тарты Мне интереснее всего попробовать, конечно, вот эти вот с орешками Они залиты еще такой сладкой начинкой Это второй вид В Японии всегда очень хорошие упаковки Видите, как все хорошо открывается Предусмотрено, где нужно надорвать, оторвать Не нужно бежать за ножницами Вот такой вот тарт Очень ароматный Сейчас буду пробовать А я с вами на этом прощаюсь Надеюсь, вам видео понравилось Всем до свидания из Токио